Давайте посмотрим на эту работу и решим, что нам в ней не нравится. Хотя я уже говорил, что исправлять это не очень... Цвет здания. Цвет там и так далее. Много таких нюансов, которые меня достаточно сильно смущают. Первое, действительно, вы правильно говорите, но здесь вот так можно рассматривать любую работу, любую задачу можно так вот определять. Здесь вот есть такая перспектива, то есть ее нету, параллельной линии. И вот перспектива вот этого дома, она какая-то очень странная, но она невнятная. Вот я теперь понял, да? Она невнятная. Это и не перспектива, и не фасад, вот прямо вот анфас. А вот этот невнятный наклон, это в дизайне, кстати говоря, тоже часто встречается, такой недостаток, когда вы что-то делаете наклонную где-то линию, и она ни то ни сё. Она как бы непонятна, то ли это случайно получилось, уж если ты хочешь сделать сознательную перспективу, то и делаешь. Вот вы правильно это заметили, и я... Вот теперь уже, наверное, от этого не избавишься. Насчет цвета не знаю, но может быть... Вообще вот это сочетание фиолетового, зеленого, желтого, оно очень сложное, и, пожалуй, пёстрое. Наверное, можно... Можно было бы вот это вот как-то закрыть чем-то. Теперь мы будем думать, чем это вот для этого нам акварель дана, и как вот исправить вот это. Я вот сейчас не знаю. Да, ну и здесь недорисованы вот эти балкончики. Вот, наверное, их надо больше выявить. Скорее всего, ещё есть недостаток, например, в этой работе, что здесь мало обобщений. Вообще акварель лучший и искренний тогда, когда у неё есть большие обобщения, и, может быть, даже и не обязательно какой-то акцент, но один акцент. Здесь идёт перебор. Смотрите, я опять невольно вот в этом возвращаюсь к архитектору. То есть чертёж, архитектурный чертёж фасада, по сути дела, получается. И когда я это допустил, я чувствую себя как бы вот... Я что-то не то сделал, наверное. И цвет, и, скажем, это всё... Вот теперь у меня проблемы. Ну, поскольку я её никому продавать-то и не собираюсь, то она у меня лежала и лежала. Но совесть моя нечиста. Значит, я вот, я назвал себя гармонистом, а сам сделал не очень гармоничную вещь, да? Ну, что мне теперь делать с ней? Я не знаю. Я думаю, что если я вот это размажу... Вообще вот сюда надо нанести, наверное, это вот, наверное, надо нанести теплее. Вот я только это слово хотел сказать. Вот какие вы молодцы. Теплее, значит, жёлтую. А вообще охру лучше. Жёлтая яркая, она, наверное, сильно яркая. Вот. Ну, акварель имеет такое качество, что она у нас всё-таки размывается, в отличие от этих самых... Ну, на ваш... Вот это теперь вы виноваты будете, значит, если что не так, да? Давайте будем делать её теплее. Может быть, и лучше. Вполне возможно. А может быть, зелёным надо было добавить. А может быть, ещё тогда ещё сделать ещё хитрее, там, жёлтым, а сюда добавить... А? Нет. Нет? Да, смотрите, творите, ничего, как... Мне кажется, можно... Вместе. Не надо зелёный? Зелёная на фиолетовую, вы правильные, это очень сложная. Всё, она убьёт, она встанет, да? Мы уже знаем. Ну, вот, видите, как здорово. Всё-таки продолжаем тогда эту охру жёлтую, да? А надо ли... А, я сейчас скажу вам, почему не надо. Вот здесь вот надо добавить. Вот этот угол ближе к нам. Вот этот, вот этот, да? Тоже жёлтым? Ну, полегче немножко. В каком смысле полегче? На водичке побольше можно взять. Тоже жёлтый? Ну, давайте. Вот мы все с авторами будем. Я уже на себя не надеюсь. Ой, я не могу. Не надо, да? Ну, не надо, давайте уберём. А вот тут я придумал, что я сделаю. Ну, пусть. Ну, пусть. Мы же хозяева, мы же боги. Мы создаём закаты, мы создаём рассветы. Мы сами их создаём. А вот здесь я вот что хочу сделать. Сейчас. И получится, не получится, я не знаю. Ей-богу. Опять же, цвет, ну, цвет должен быть, наверное, тёмно-тёмно-насыщенный и зелёный. А будет вот что. И тем самым я надеюсь убить. Вот эта кисточка. Вот чем она мне нравится. Вот смотрите, все ищут кисточку правильно, а мне нравятся вот такие вот кисточки. Да, она, она почему? Потому что она даёт живые вот эти вот... Ну, если это не нарочито, да, иногда это бывает нарочито. Кстати, обращали внимание, что многие акварели современные у молодёжи, они специально там пятна такие делают. Вот, да? Вот. Но если они по месту будут сделаны, то, может быть, это и ничего. А если это сделано специально для того, чтобы показать, что это как бы акварель... А ещё смешнее, когда это в фотошопе делают, да? Да. То есть, там враньё на вранье находится. Вот. А вот здесь вот я, наверное, не буду рисовать. И не знаю, вот сразу желание взять, взять, желание взять другой инструмент. Меня это тоже пугает. Кстати, я вот не рассказал про вот этот секретный инструмент. Все уже про него забыли. Это называется Ресфедер, да? Да. Но я им часто пользуюсь. Он мне позволяет соединять пятно и линии. Моя... Одна из задач моих творческих, это не ученические задачи. Вам, наверное, не надо этим заниматься. Я пытаюсь всё-таки помирить в акварели графичность линии и пятно. Но... Вот. Очень многие работают... У меня пока это ещё не всегда получается и часто превалирует что-то. Вот. Здесь мы пропустим. Мы не будем здесь вот это... Я не знаю. И ещё, и ещё, и ещё много столбов вообще в Иркутске. Можно даже столб нарисовать. Здесь, здесь... А может быть уже достаточно. Что? Вот здесь вот они у меня нарисованы. В общем-то, уже есть антенны. А антенны какие-нибудь ещё там что-то... Нет, видите, мы задачи-то почти решили. Надо вот подумать. Надо вот это жёстче, наверное, вот это дерево сделать. Вот. Хотя вот, понимаете, и каждый раз вот так вот работаешь, и каждый раз это загадка. Я всегда говорю, художник, который знает, что у него получится в результате, он уже не художник, он ремесленник. Чего у вас хвостик? Хвостик, потому что... На кисточке. А, я думал. На кисточке. Сушите? Конечно, чтобы она сохла вот так. Потому что когда вот так вот, то она... Вода-то сюда набирается. Вы, может быть, уложите... Это не у меня. Это у китайцев. Это они умные. Это у них графическая культура гораздо лучше нашей. Вот. Я вот вижу, что-то вот здесь начинает... Вот, может быть, ещё дерево... Жалко, конечно, дом закрывать, но вообще надо. Может, какое-нибудь дерево такое... Какой-нибудь такие вот... Бывают такие... Жалко, да? Ну, не совсем, да? Вот надо ли этот балкон дорисовывать, я пока не знаю. И вы знаете, вот это вот... Сидишь так... Ну, лучше на улице сидеть. На улице же комфортнее. Вот. И решаешь эту задачку. И решаешь. Вот. Вот для чего я нахожусь-то на пленэре, да? И, кстати говоря, видите, мы создаём самодостаточную работу. Может быть, там в реальности-то этого дерева и нет. Вот. Но, тем не менее, создать общую гармонию, не знаю. Мы не очень выправили, но, по крайней мере, всё-таки. И я вот... Мне сейчас вот это пятно, это пятно, и вот это пятно, они одинаковые. Вот. Я не знаю, как с ними справляться и что делать. Что надо. Ну, вообще, вот для нашей провинциальности, может быть, даже не помешает. Я сейчас опять же... Видите? Я не знаю, что получится. Я перед вами честный, да? Я перед вами искренний. Это вот, другие проводят мастер-классы, они как бы там заранее всё заготовят, всё сделают и выдают это вот как непреложную истину. Я такого не делаю, да? Я сейчас вот что сделаю. В Иркутске много столбов, я обратил внимание. Кстати, знаете, я... Когда, да, я когда раньше рисовал, вот, две проблемы у меня больших. Это... Провода почему-то мешали. Это особенно провода мешают фотографам. Они всё время в фотошопе убирают, да? Да. Вот. Они могут заполнить это как-то. Да. Очень даже не знаю. А я-то не обязан здесь вот это прорисовывать. Я могу это сделать так вот, этот столб. А у столбов, у Иркутских, ну, не знаю, не знаю, ошибусь, не ошибусь. У них же там всякие вот такие вот штуки. Да, понятно. И там навешаны всякие-всякие такие. Там коробки какие-то такие вот сделаны. Да, да, да. Вот. Там болтаются провода эти. И вдруг оказывается, ну, я для себя определил, что, не боясь вот этих вещей, мы создаём более честную, а значит, и более, ну, как бы, условно говоря, красивую. Слово «красота» для профессионала, для дизайнера, оно вообще, как бы, должно быть в табу. Но уж если мы говорим слово «красивое», мы должны за него нести ответственность. Меня когда учили в первый раз в институте, я на лекцию первым самым пришёл на первом курсе, и нам профессор тогда, как бы, всенастоящий, вот, сказал, чем отличается профессиональный архитект, дизайнер, художник от дилетанта, от обычного обывателя. Обычный обыватель может идти по улице и сказать «красиво», и всё, и дальше пойти. Никому ничего не обязан. Вот если профессионал сказал слово «красиво», это великое ответственность должен объяснить себе и людям, почему это красиво. Многие говорят, ну, нельзя красоту объяснить, ну, как, она же вот такая вот. А тогда вопрос, а если бы ты профессионал в создании красоты, как ты, не умея правильно сформулировать суть красоты словами, будешь её создавать, или как ты будешь учить создавать красоту? Нет, поэтому мы, говоря слово «красиво», мы всё-таки обязаны, ну, по крайней мере, внутренне всегда быть готовыми для того, чтобы объяснить людям вообще, за базар отвечать за свой. Ворону посадить. Что? А вон там у меня они летают. Вот, вот, вот. Ну, получилось, получилось такая провинциальная место, это, конечно, не центр, но там это площадь Кирова, по идее. Ну, мы не будем об этом никому рассказывать, вот. И ещё мне здесь не хватает в этой работе, пожалуй, вот здесь ещё темнее должно быть, вот здесь вот ещё глубже должно быть, да. И может быть, может быть... Плюс ещё в водой палить. Куда? С ручейном? Ну, я не... У вас совсем непредсказуемый результат. Я, конечно, за то, чтобы всё-таки должна быть непредсказуемость, но совсем непредсказуемый результат я боюсь. Не, на высадку. Вот. Снега. Людей. Людей, да. Кстати, вот тоже интересная тема для пленеры у меня в моей, как бы, практике. Я одно время, очень долго вообще рисовал город без людей совсем. Я это объяснял тем, что я архитектор, и для меня город самодостаточен. То есть вот дома, они живые, и они... Вот есть суть, как бы, городского пейзажа. Люди там даже и мешают, как бы. А художник, не архитектор, если, да, он, конечно, хочет насытить этот город жизнью уже собачками, людьми, там, человечками. Вот. Поэтому, ну, поскольку мы пообещали, значит, что мы всё-таки будем уходить от чертёжной архитектуры и от самодостаточности домов, то есть вот этой чертёжной, вот, то мы, конечно, должны здесь нарисовать каких-нибудь, наверное, людей. Там, с коляской. Да, с коляской. С собачкой. Ну, что-нибудь такое. Видите, в чём дело? Здесь всё темно, и белым я куашью-то почти принципиально не рисую. А здесь надо рисовать... А может, кто-нибудь хочет попробовать? Властик, уголь. Вот. Ответственности. Пишите, пишите. А мне не ответственно, да? Ну, это же ваше. Вот. Тут ещё масштаб этих человечек... Это ваше? Да ладно? Господи. Ну, вот два идут. Вот маленький, не маленький. Вот, смотрите, надо сразу сравнить. Вот дверь, да? Вот человек. Ну, значит, он должен быть больше, если вот он где-то на этом уровне. Хотя люди-то вот такие. Ну, вот сейчас уже на пределе я нарисовал, да? Там ещё что-то? Коляска, вы говорите, да? Да. Вот. Чуть-чуть можно было бы туда цвету допустить. Давайте. Вот ещё тоже самодельная кисточка. Про неё, видите, у меня не хватает времени вам всё рассказать. А какой цвет? Кто сказал, да? Ну, какой цвет? Да. Ну, быстрее. А давайте какой-нибудь оранжевый. Я согласен. Вот, вообще, мы с вами уже который раз одинаково мыслим. Это здорово. Потому что вот здесь есть фиолетовый, да? А фиолетовый и оранжевый, они у нас, как бы, контрастны. Хотя вот такого оранжевого здесь нет. И мы вот здесь вот начали спорить. Поэтому я к этому оранжевому придам чуть-чуть красного, может быть. Вот. И вот здесь уже появился такой недостаток, что акварель перестала быть акварелью и становится немножко гуашью. Это недостаток. Вот я это в себе чувствую, и мне уже стыдно перед Богом. И перед вами. Вот. И перед собой. Но иногда приходится так вот какие-то на компромиссы идти. Но я могу здесь, конечно. Нет, не получается. Потому что всё-таки там было заложено. Вот. Это фиолетовая машинка. Так-так-так. Вот я вот здесь высветлил, наверное. Вот здесь вот надо бы провести. Ну, здесь мы можем дать нежелательно. И вот, мне кажется, чёрного не хватает здесь. Но мы перетемнили работу уже достаточно. Перетемнили, и надо останавливаться. Вот ещё одна интересная такая качество. Интересная. Я вообще убедился, чем меньше нарисуешь, тем лучше. Тем честнее, да? А вот мне здесь вот нужна вот пятнышка, наверное, вот. Может быть. Может быть, его надо было фиолетовым нарисовать. Ну, мам, да хватит так. Да. Всё? Всё. Ну, ладно. И вот так можно доставить, достать, взять каждую работу и вот что-то доделать, да? Да. Ну, что лучше же всё бы стало. Да. Да, да, да. Ну, перетемнили каждую. Попадите нормально. А вот теперь мы её сфотографируем и в компьютере высветлим. И всё равно это не будет нечестно, потому что это полностью наша работа. А компьютер уже в данном случае будет выступать только коллектирующим инструментом. Он не будет создающим. Вот, понимаете, когда компьютер заменяет мои мозги, что делает современная компьютерная молодёжь, да, а они просто берут и засовывают туда тупо фотографии и потом перебирают, перебирают, перебирают варианты, а за них работает компьютер, то мы работали сами. Мы только компьютер будем использовать уже для того, чтобы сделать лучшее с помощью инструмента. А мозг-то наш остаётся. Вот перетащить вот сюда, может быть, и всё-таки ещё сильнее затенить, наверное, фасад. Возможно. Да, ага. То есть, ну, вот, собственно, от чего я хочу вам показать, что это постоянное решение задачи такой вот. Который, честно говоря, по большому счёту, к тому, что там было на самом деле, уже не имеет никакого отношения. Мы занимаемся самодостаточным творчеством. Мы сейчас вот разговариваем с вами на одном языке творческих людей. Не на уровне, там, художники-обыватель, которые оценивают работу похоже. Они как оценивают? Похоже. А на что похоже-то? А нам не важно, на что похоже. Нам важно, что здесь мы создаём собственную гармонию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok